Желтый. Желтый, стой. Андрей, у нас еще есть красный. Своей активностью трехлетний Андрей ничем не отличается от ровесников. А вот переключить свое внимание с одного занятия на другое и просто говорить – большая проблема. У мальчика неизлечимое заболевание – аутизм. Это проблема с коммуникацией. Соответственно, некоторые мозаичные развития, так говорится, например, память у него сильно хорошо развита, а какие-то другие функции достаточно сильно отстают. Он не умеет прыгать, еще что-то. В соответствии с этим преча может отставать. Поставить диагноз, как это чаще и происходит, удалось лишь к трем годам. О том, что таким детям нужно, если и не лечение, то хотя бы реабилитация в специальном центре, мама узнала позже от других родителей таких же особенных детей. И только недавно сын приступил к занятиям. Некоторые, вот уже, наверное, третий или четвертый невролог, о котором мы посещали, она только заикнулась про то, что есть некоторые процедуры в виде биоакустической коррекции мозга, есть там нужно посещать сенсорную интеграцию, еще каких-то других специалистов. Психиатр вообще этого ничего не говорил. Накануне проблемы в оказании ранней помощи особенным детям обсуждали представители Краевых министерств здравоохранения, соцзащиты, а также образования и науки. Под ранней помощью понимается целый комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, в которых нуждается не только ребенок до 4 лет, но и его родители. Чтобы все это заработало на практике, необходимо для начала скоординировать деятельность трех ведомств. Конкретно у нашего учреждения существует такая, не могу назвать прям проблемы, но такой вопрос, что нам бы хотелось как можно раньше начинать работать с этими детками, которые требуют помощи и в первую очередь даже в целом семья, потому что если оказывается помощь маме, ребенка и родственникам, в целом родителям, в момент, когда ребенок появляется, возможно, с особенностями или с какими-то проблемами, чтобы научить, как этой маме общаться с этим ребенком, помочь психологам поработать с мамой, с семьей, это может профилактировать и проблему отказа от ребенка, и в принципе их взаимоотношения и помощь семье. Большую пользу сыграло бы и появление общего для трех ведомств реестра с указанием истории болезни ребенка. Так информация автоматически была бы доступна и для врачей, и для органов социальной защиты, и для образовательных учреждений. Это помогло бы специалистам как можно раньше начинать работать с детьми, у которых уже на раннем сроке наблюдаются нарушения. К слову, таких пациентов сегодня больше пяти тысяч в крае. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.